Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня мы смотрим фильм для Элены Гротенберга. Это знаковый автор, знаковый для нашего института. Мы очень любым, немного его смотрели. Фильм 2012 года мы остановились в 2011 году, поэтому здесь есть непрерывная связь. Мы начинаем смотреть с того фильма, который мы не могли бы смотреть тогда, потому что обязательно посмотрели бы, если бы успели. Кроненберг в кинематографе с начала 80-х годов активно, то есть на самом деле нарушен новый, если честно. Сейчас он уже человек вполне зрелый, ему 73 года. Он канадец по происхождению, но, наверное, сейчас уже никто не воспринимает его фильмы, как канадские фильмы, то есть антиканадский кинематограф он обладает каким-то внутренним единством и маргинальностью. А Кроненберг тоже маргинальный режиссер, но его маргинальность какого особого свойства. То есть он его универсализовал уже в значительной степени. О нем очень много пишут и очень много говорят. И уже сложился такой своего рода штамп относительно Кроненберга. О нем пишут и говорят как о человеке, которого больше всего интересует сексуальность и техника. Такое техническое условие и понимание каких-то вещей, имеющих отношение к сексуальности. Но вообще, если посмотреть так внимательно на фильмы, которые он снимает, то однородная линейка будет, пожалуй, только как раз в 80-х годах. И вот это исследование технического и сексуального, оно, мне кажется, заканчивается где-то на уровне намертво связанных, например. То есть намертво связанных, такая кульминация. Я сейчас не помню точно, что было. Все-таки автокатастрофа, наверное, была после намертво связанных. Ну или тогда вот автокатастрофу можно рассматривать таким образом. А потом начинается такая довольно странная линейка. Потом появляется фильм «Паук». И фильм «Паук», наверное, стал одним из лучших фильмов по психоанализу. В любом случае, все западные аналитики, которые к нам приезжают, если речь заходит о кино, то «Паук» звучит всегда и безусловно. Мы наверняка видели этот фильм. Он очень взвешенный, очень продуманный. И он представляет собой очень, ну такую точную реконструкцию мира изнутри психотического расстройства. Такую очень детализованную, да, моментную реконструкцию. После этого появляется, ну я сейчас могла говорить с последовательностью фильмов, но появляется фильм «Опасный метод». И это загадка. Я думаю, что все вы бросились смотреть «Опасный метод» сразу же, как только о нем заявили. Потому что мы знали о том, что это про Фрейда и про Юнга. И когда Кронн, например, который понимает, что такой психоанализ снимает про Фрейда, ну хорошо, и пусть и про Юнга, но в любом случае про некую архетипическую историю, которая лежит в основании психоанализа Юнга и Юнга, что играли, то это воспринимается, как у некоторых окончательно истина. Ну или в любом случае, как очень важное высказывание. Все прибежали, посмотрели «Опасный метод», вышли, пожав плечами. Потому что, ну вот, конечно, часто про фильмы Кроннберга говорят, про непонятные фильмы. Но это был по-настоящему непонятный фильм. И вот только Виктор Орлович сумел что-то увидеть в нем, как это расшифровать. Ну и сама эта интерпретация, она тоже растворилась, вот в таком море не понимали. Теперь мне кажется, ну я все время как-то к этому возвращаюсь, и теперь мне кажется, что это был очень такой нетривиальный ход, связанный как раз с клише. То есть, когда я думаю над формой этого фильма, то, ну вот, пожалуй, постоянно возвращаюсь к тому, что Кроннберг сознательно работал с банальностью. Сознательно банализировал образ юморного, образ Фрейда, само психическое расстройство с Абиной Шпилерай. То есть, ну, то есть, вот все выдержано в некоторой логике клише. Но вот, поскольку современное поле искусства, оно и сейчас активно преобразуется, и мы все больше видим здесь вещей, которые от клише напоминают. То есть, мы видим особую роль Китча, мы видим пастиши, то есть большое количество пастишей. Мы видим Кэмп, да, как господствующий некий стиль. То, вот, мне кажется, что он сознательно обратился, ну, профанировал наиболее сакральную психоаналитическую историю. Ну, то есть, вот буквально в смысле о Гамбановском, да, то есть, Джордж Агамбан пишет свою знаменитую работу «Похвала профанации», где говорит о том, что профанация – это принципиальный жест, который позволяет нам вернуть в сферу пользования то, что было обособлено, изолировано и стало недоступным. И что, ну, вот это возвращение в сферу пользования представляет собой… Он противопоставляет пользование потреблению и говорит о том, что потребление – это присвоение, а пользование – это возможность вступить в отношения с тем, что не присваиваемо, в чем ему. И что такое вступление в отношения вам возможно посредством игры с теми или иными культурными содержаниями. И вот в такой перспективе мне это кажется вполне вероятным. То есть, мне кажется, что Кроненберг вполне мог пойти на этот эксперимент. И вот здесь еще одна очень важная вещь. Мне кажется, что Кроненберг очень последовательный экспериментатор. В самом серьезном смысле этого слова. Если мы думаем о том, что кинематограф – это эксперимент, то Кроненберг все время пытается войти в некоторую сферу еще неопработанную, то есть неизвестную. И, конечно же, это все происходит, поскольку он кинематографист по какой-то своей телесной буквально организации, то, конечно, это затрагивает форму. То есть не столько те или иные новые сюжеты и новый материал, сколько сама кинематографическая форма. То есть если здесь он экспериментирует с клише и пытается смотреть на это. То есть если «Паук» был предельно не банальным фильмом, то банализация ключевой фигуры может быть непопытной операцией, которую можно произвести с психоанализа. Потом появляются… Ну и, собственно, все последующие фильмы – это такие неожиданные, какие-то совершенно незапланированные ходы, которые… Ну, у нас нет правил чтения. Потом появляется фильм «Оправданная жестокость». Тоже очень странный. Ну там, опять же, по-моему, «Оправданная жестокость» перед опасным методом. Потом появляется «Космополис». Потом появляется «Звездная карта». То есть эти фильмы не имеют ничего общего между собой. Вот уже вышел фильм «Гнездо». Не знаю, кто-то видел его уже или нет. Наверное, его уже показывали где-нибудь на фестивалях. Ну, будем ждать, посмотрим, что здесь. Ну вот сегодня мы с вами смотрим «Космополис», который вызвал крайне противоречивую реакцию и в значительной степени агрессивную реакцию. Как, ну, такое умничание. Ну, то есть художественная элита, которая умничает. И, ну, как бы самое обидное, что… Ну, такое, как бы, ну, само… Ну, мастурбация такая. Когда, что бы они ни делали, ну, им вообще все равно, да. Ну, что бы они ни делали, они делают это для того, чтобы наслаждаться собой и получать это наслаждение от тех, кто разделяет их в способ существования. Ну, вы посмотрите, вы скажете, что вы думаете по этому поводу. Ну, есть, конечно, и другие, другие реакции. Для меня, опять же, важно то, что… Ну, вот еще просто два слова по поводу «Кроненберг» в принципе. Что вот лично мне в нем важна, во-первых, последовательная приверженность эксперименту, а во-вторых, его интуиция. Вот я мерю его художественную интуицию. Поэтому я готова прислушиваться, искать оправданий даже для опасного метода. То есть он должен продолжать думать над тем, что же здесь на самом деле было сделано сознательно или наполовину сознательно. И, может быть, он сам не понял, что сказал, но в действительности это было чрезвычайно необходимо. Может быть, лет через десять, да, то есть удастся до этого додуматься. Ну вот, я вот читаю его и движу очень точно. И фильм «Космополис»… Ну, я чрезвычайно обрадовалась, когда увидела рекламу этого фильма, ну, потому что я убедила, что он снят по роману «Дона де Лилла». А «Дон де Лилла» — это, опять же, автор, который становится своего рода помертоном для американцев и аналитиков такой вот бионианской традиции. И вы могли читать в Международном технологическом журнале статью Дома Саокдена о супервизии, которая начинается с небольшого размышления о романе Дона де Лилла «Белый шум», как он со своей коллегой, то есть обсуждает этот роман. И в этом, ну, вот как в этом маленьком врезе, де Лилла предстаёт как вот такой мастер сверхдетерминации, да, то есть как человек, одержимый сверхдетерминациями современного мира, представляет собой игру множества означающих, но сколько бы ни было этих означающих, на самом деле все пересечения, они не случаются. То есть необходимый рисунок судьбы, он неизбежно будет проявлен, и в этом смысле за этим стоит убеждение в реальности истины, то есть в том, что, как говорил Лакан, будем категоричны, психоанализы, речь идет именно об истине. Ну вот, давайте посмотрим, как Кроненберг увидел и услышал, он нашёл автора, и это опять же такое параллельное движение, то есть ведь Кроненберг как бы думает всё время о психоанализе, но всё-таки он не посвящает целиком и полностью все свои усилия этому виду духовной практики. Но вот его слух, которые реагируют на тех людей, которые тоже делают нечто значимое для психоаналитического процесса. Ну вот, давайте смотреть. На самом деле меня, конечно, удивляет реакцию на этот фильм. Вот этот избыток ярости, адресованной тому, что это какой-то бессмысленный текст, про то, что ничего не понятно, что они там говорят, всё совершенно понятно. И более того, очень ясная нарративная конструкция. Классическая история, ну, узнаваемая, даже, в общем, как-то немножко трожит в то, что это настолько классично. Кулис, например, один день в городе, путь, который проходится через город ради какой-то встречи. Истории подлинных и неподлинных раскачек, все истории про двойников. Истории под Ларидой, намного, как сказать, вас, взять линию Квилти и Монберта. Движение навстречу самому себе. Ну вот, как будто бы этой ясно-морошенной конструкции, это не достаточно, чтобы как-то выразить впечатление от фильма. Потому что, не знаю, как у вас, у меня такое впечатление довольно сильное. И вот, ну и, конечно, я думаю, что искать надо. Есть разные варианты этих предположений. Первое, что нужно попытаться разобраться с сюжетом. То есть, ну, этот ход кажется мне не очень действенным, потому что лежит по мяге. И это, конечно, важно очень, но это, вроде как, не является основной, так же цепральный момент. Вторая, кстати, часто используемая стратегия, это, вроде бы, такая марксистская интерпретация, связанная с деньгами, с богатством, бедностью. Тем более, что эта тема педалируется в финальном разговоре. Но мне почему-то кажется, что и эта тема является основной. Хотя, безусловно, очень важное значающее, которое очень эффективно работает. Но вот если пытаться нащупать то, за что этот фильм можно брать, извините, то мне все-таки кажется, что вот Кроненберг, как поклонник такого чистого кинематографа, ну, то есть и как субъект чистого кинематографа, что он, конечно же, ну, что нужно как-то в форме двигаться. И, на самом деле, здесь же задана тоже своего рода тоже такая математическая формула визуальная. Фильм расположен между двумя визуальными цитатами, между Джексоном Поллоком и Ротко. То есть первые титры – это картина Поллока, которая начинает формироваться у нас на глазах, то есть начинает набрасываться цветные карты. И заканчивается все Ротко, и Ротко звучит, объявлен в фильме, как один из основных интересов главного героя, то есть это его страсть. Он хочет все, ну, то есть он хочет шедевр, и также он хочет часов вместе со стен, вместе со всем. И вот мне кажется, что можно попытаться, я не знаю, как это сделать, но можно попытаться вот эту мысль как-то выразить, то есть и пытаться понять, что он имеет в виду, ну, когда он мыслит вот этими фактурами, то есть и этими визуальными образами. Потом есть еще одна тема, которая тоже, мне кажется, существенная. Ну, нет, и вот еще один такой момент. Я, конечно, боюсь, что это субъективное впечатление, и, может быть, ну, хотя сомневаюсь. Мне кажется, что фильм сознательно ориентирован на визуальное наслаждение. Что Кроннберг хотел, и сам, вероятно, это переживал. То есть он сознательно совершенно моделировал ситуацию наслаждения. Ну, первые кадры фильма, мне кажется, никто не сможет им противостоять. Ну, и вообще образ белого ликузина, и городская среда, которой нельзя не... Ну, и тут, как бы, что такое наслаждение? Наслаждение – это то, когда ты перестерешь соображать, и просто растворяешься в переживании фактуры, цвета, ну, чего-нибудь там. То есть наслаждение – это то, во что ты проваливаешься. И тут мы, на самом деле, сразу же проваливаемся. И, конечно, наверное, Кроннберг рассчитывает на киномана, потому что он сам киноман и мыслит как киноман. Поэтому, в принципе, дальше киномана не отпускает ни на мгновение. Потому что каждый появляющийся персонаж, блестящие диалоги совершенно, прекрасные визуальные объекты, машина, то есть сам образ машины. Лимузин снаружи и внутри – образ наслаждения. То есть мы имеем возможность идентифицироваться с этим организмом, можем представить себе, каково это там жить, что значит писать в лимузине, пить в лимузине, смотреть новости в лимузине. То есть такие кинестетические какие-то радости. То есть это то, чему мы начинаем предаваться. И, с одной стороны, это такой посыл кинематографический. Но, если можно эту мысль выразить, то можно назвать примерно так, что Кроннберг считает, что кинематографическая реальность неизбежно связана с наслаждением. Потому что, когда мы смотрим фильм, мы всегда наслаждаемся. Но вот дальше начинается нечто странное. Потому что мне кажется, что в этом наслаждении появляется, во-первых, конечно же, иронический момент. То есть это наслаждение оказывается как-то расщиплено. И фильм приобретает, все больше и больше набирает обороты такая логика абсурда. То есть это наслаждение начинает постепенно осыпаться. То есть, наверное, я бы предположила в качестве общего концепта в отношении этого фильма, что первоначально Кроннберг нам предъявляет наслаждение, которое мы не можем не взять. А затем на протяжении всего фильма его разрушает. И процесс разрушения этого наслаждения, он такой, ну, усмысленный, разумеется. То есть он неустойчивый, здесь есть определенные колебания. И когда мы в итоге попадаем вот в это пространство, какое-то пангаузное, разрушенное, руинированное пространство, и когда из туалета выходит этот чувак, единственный, наверное, некрасивый персонаж в этом фильме, такие актеры классные, да, то есть с такими фактурами, вплоть до Матье Амальрика, настолько неожиданно появляющихся, европейский актер, ну, и Жульетта Дихоноша, в общем, тоже, в канадском фильме американском. И тут вот первый персонаж, на которого неприятно смотреть. Ну, дело не в том, что неприятно, а дело в том, что разрушенная человеческая форма, да, что подчеркнуто этой тряпкой на голове. И вот это как бы тут уже та точка, ну, то есть где мы со всей определенностью можем говорить о том, что мы не можем наслаждаться, что происходит что-то другое. Что вот, может быть, этот фильм является деконструкцией наслаждения. Но эту мысль, конечно, нужно еще как-то конкретизировать. И такая, может быть, более конкретная вещь, ну, возможно, здесь разрушается не только наслаждение, а что-то еще. Ну, и, например, вот та мысль, о которой я сказала с самого начала, что это же классический сюжет, да, то есть это же Улисс, это же Гугберт и Квилтс, что, возможно, разрушается и это также. Да, то есть разрушается некоторый, ведь и Улисс, и Лолита, это же очень романтические истории, да, это история о том, что счастье возможно, ну, то есть, что оно невозможно, да, то есть, что оно в последний момент ускользает, но вообще-то это о любви, так, что она так близка, и что она реальна, и что вот как бы все на самом деле может произойти. И что, может быть, Кроненберг занимает такую деромантизирующую позицию. При этом, конечно, он не похож на критика любовных отношений. Наоборот, он всегда очень патетичен в этом смысле. Но, возможно, у него появляется какая-то, то есть вот не критический жест, да, а какой-то еще такой диагональный жест в отношении классического расщепленного субъекта, к которому мы уже привыкли, к которому мы так любим и, ну, с которым, в общем, знаем, как обращаться. И еще один момент, который тоже может, ну, то есть, может быть, является полезным, да, то есть для того, чтобы как-то с этим разобраться, скорости, конечно же. То есть тот факт, что главный герой является тем, кто очень быстро соображает. И вообще его мышление, ну, то есть его психическая реальность, ну, то есть она на очень высоких скоростях осуществляется, и, собственно, только это и отличает его от всех остальных людей. И основной конфликт между ним и тем человеком, который его преследует, которого, алкогилия которого дерьмо, да, насколько я так называю, и как раз в том, то есть он дерьмо, потому что он чуть-чуть не успел, да, потому что он тоже был очень быстрым парнем, но он чуть-чуть не успел, а чуть-чуть в этом смысле не считается, да, ну, то есть или абсолютная скорость, или ничего. И вот этот человек, который живет на абсолютной скорости, очень медленно продвигается, вообще очень медленно передвигается. Он очень медленно передвигается в лимузине, и у него есть специальные медленные лифты, в которых он тоже находится, да, то есть в которых для него важно находиться. И вот это, мне кажется, какой-то такой большой вопрос про это очень медленное передвижение по городу, которое, может быть, связано с еще одной инверсией. Ну, они, на самом деле, тут вот начинают как-то так потихонечку плодиться и друг за друга зацепляться. Ну, лимузины, да, то есть они для чего? То есть они не для того, для чего мы подумали. Они не являются знаком отличия, они являются знаком растворения. То есть человек, который обладает полнотой власти и какими-то исключительными привилегиями, вынужден передвигаться в лимузине для того, чтобы его не узнали, а не для того, чтобы его узнали. Потому что этих субъектов с отличиями, их уже достаточно много, и в них прятаться гораздо удобнее, да, то есть чем… Ну, то есть лимузина – это форма, ну, в смысле как форма, форменная одежда. И это способ растворения, да. Помните начальный диалог о безопасности, когда он спрашивает, настоятельно спрашивает, все проверил, да, в машине проверил, эту машину проверил. Ну, то есть те машины, да, да, да. Ну, история про ночующую лимузину – это что-то вроде, сродни вопросу о табаке у джармуша, мертвеце. Ну, вот эти пустые означающие, да, которые… Сейчас просто как раз, вот я говорила, что вспомнила, у меня ассоциация была с этим фильмом, но я не помню, как он называется. А я скажу, как он работал с климатами. Как раз этот мертвец, потому что у меня весь фильм было ощущение, что я… Языковая игра, языковая игра, как подобная. И потом в какой-то волны мы понимаем, что они обвиниваются не столько сообщениями некоторыми, сколько манерами речи. Ну, то есть в диалог вступают именно манеры речи, да, то есть состязаются манерами речи, как, например, у его жены и у него, какая окажется более выигрышной. Вот замечательный момент, когда в финале, когда он приходит в эту руину, и они обмениваются вопросами. Ну, то есть у тебя есть сигарета? Однолемнее выпить. Ну, то есть, разумеется, ни у того нет выпить, ни у этого нет сигарет. То есть вот одна из формул. И мы находимся в мире, в котором все есть. То есть в некотором мире избытка, и имеем дело с человеком, который надеет полноты власти, соответственно, тоже может распоряжаться всем, что у него при музее все есть. Вот. И если это попытаться как-то собирать, то, наверное, еще тут один такой тезис, что ли, можно выдвинуть. Сейчас не очень знаю, как его сформулировать, а знание. То есть то, что там разыгрывается, и то, что, ну, он является, нам так прямо и говорят, да, что он является провидцем. И это серьезное такое утверждение, да. Человек, который, оно в разных контекстах значимо. Ну, он является провидцем прежде всего потому, что он хорошо считает, и он способен моделировать ситуации, и при этом освещать курсы, биржевые курсы, и там все такое. Но, вот, как только ты становишься провидцем, то ты не только, ну, то есть ты все смысл этого слова как-то на себя собираешь, да, то есть и архаический смысл тоже. То есть это особо исключительная форма знания, да, то есть ты знаешь, что было, что есть, что будет, ты имеешь все уже увиденным из прошлого в будущее, да, то есть из будущего в прошлое, то есть ты имеешь ко всему одинаковый доступ. И, вот, ну, наверное, тогда можно было бы сказать, да, что если исходные позиции этого пути, это знание, полнота знания, да, то есть и праведческий какой-то статус, и наслаждение с этим связаны, да, помните, когда Зак Снайдер делает эту свою спарту, 300 спартанцев, то эфоры, там, ну, в спарте, да, то есть вот эти вот старики, которые власть тоже все сосредотачивают, власть знания именно, да, сакральная власть, это наслаждающиеся субъекты, то есть они ничего другого не делают, кроме как наслаждаются. Ну, и на самом деле, соединение знаний и наслаждения, ну, в общем, вполне логично. И тогда, может быть, речь идет вот о тех процессах преобразования, ну, то есть не только наслаждения, но и знания, с которыми мы имеем дело. Такое нисхождение, что ли, да, нисхождение в историю, когда вот те вещи, которые окружают главного героя, они не имеют истории, ну, то есть, опять же, вот вспоминаю начало нашего разговора про Агамбана, ну, то есть они не профанированы, ну, то есть они все потребляются, и в этом смысле они все сакральны. В этом Мерседесе все сакрально для любого нормального человека. Но один из, ну, вот, как бы ведущих символов, да, это, ну, как бы сам лимузин, и мы видим, что с ним происходит в итоге, да, то есть он, собственно, тоже становится такой Джексон-Полоновским объектом. Да, то есть он весь, он утрачивает свою девственную белизну, да, то есть он весь изрисован, начинает греметь и похож на, ну, какую-нибудь там машину сороковых годов. Ну, то есть и то нисхождение, которое мы осуществляем, это нисхождение в мир сороковых годов, вот этот удивительный диалог между тремя мужчинами в парикмахерской, да, который, как бы, из, ну, там, из хорошего нуара, да, какого-то такого узнаваемого достаточно. То есть вот, мне кажется, что вот это то поле, да, где, ну, то есть можно было попытаться понять, что происходит с этим героем, относительно трансформации его знания, да, которое связано с нисхождением. И в этом смысле это серьезное высказывание, да, потому что нам говорят о том, кем мы являемся в качестве знающих и что с нами, ну, то есть какие с этим связаны эффекты, а то есть сопряжение, и то, каким путем мы можем следовать дальше. Продолжение следует...